Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я хотела бы вам представить краткий обзор курса 1С технология корпоративного внедрения информационных систем на базе программных продуктов 1С. Данный обзор предназначен для начинающих аналитиков, которые бы хотели разобраться в технологии внедрения данных продуктов, увидеть жизненный цикл проектов и понять, какие основные цели и задачи включают в себя каждая фаза проекта. Основные понятия, которые я буду использовать в данном обзоре, это технология корпоративного внедрения, сокращенно таковы, это слот знаний по планированию организации и контролю реализации проектов создания и внедрения информационных систем на базе программных продуктов фирмы 1С. Как я уже говорила, что данная технология разработала фирма 1С, основываясь на своем опыте, на опыте крупных компаний. Это слот знаний, а также шаблоны документов, которые можно использовать как путеводитель по проекту. Проект. Это определенный логический комплекс работ, направленный на достижение запланированного результата. Управление проектом. Это декомпозиция проекта по фазам, которые включают в себя определенный пакет работ с целью обеспечения высокой степени управляемости проекта и минимализации рисков. Таковы включают в себя следующие области знаний. Это продажи и маркетинг, бизнес-процессы, функционал информационной системы, вопросы миграции, вопросы интеграции, инфраструктура проекта, это само железо, настройка информационной системы, доступа и прав, обучение пользователей, эксплуатация информационной системы, производительность информационной системы, управление проектом, юридический аспект и авторский надзор. Области знаний соответствуют группам работ. В некотором смысле они отличаются, но по смыслу они совпадают с областями знаний, не представленные на слайде в правой колонке. Что такое жизненный цикл проекта? Это набор фаз, через которые проходит проект с момента его начала и до момента завершения. Жизненный цикл проекта включает в себя 9 фаз проекта. Что такое фаза проекта? Фаза проекта это совокупность пакетов работ, завершающихся достижением одного или нескольких основных результатов проекта. Таковы в себя включает 9 фаз, плюс 1 нулевую фаза это продажа проекта. Итак, фаза 0 продажа проекта это такая фаза, которая включает в себя такие виды работ, как проведение маркетинговых мероприятий, получение квалификации запроса от заказчика, подготовка предложения по запросу, оформление договорных отношений. И целью данной фазы является достижение договоренности с заказчиком на старте проекта. То есть на этой фазе вы встречаетесь, общаетесь с заказчиком, выявляете его потребности, смотрите какое бы предложение ему подошло бы лучше всего, оформляете это коммерческое предложение, встречаетесь и продаете. И окончанием данной фазы является оформление договорных отношений. После того, как договор заключен, начинаются уже основные фазы с фазы номер 1 по фазу номер 9. Далее о них будет идти речь. Итак, фаза номер 1. Инициация проекта. Что это за фаза? Это фаза, когда вы, основываясь на своей экспресс-оценке, которую вы проводили на фазе номер 1, вы уже начинаете более детально разбирать все те потребности, которые есть у заказчика, фиксировать объемы и границы проекта. Здесь необходимо достичь сторонами понимания объемов и границ проекта, чтобы не получилось так, что заказчик себе думает, что вы ему сделаете одну большую красную кнопку и все будет работать. А в вашем понимании вы будете рассматривать там всего один, два, три, допустим, контура каких-то. И здесь очень важно очертить эти границы и донести и зафиксировать данные объемы для того, чтобы стороны понимали одинаково то, что будет сделано и какой результат будет получен в результате завершения данного проекта. И задачами данной фазы и также видами работ параллельно можно говорить о следующем, что в данной фазе необходимо определить всех заинтересованных сторон проекта, определить структуру управления проектом, состава проектных групп, как эти участники будут взаимодействовать, какие у них обязанности, какие у них права. То есть здесь важно разобраться в тех ролях и в тех участниках, которые будут принимать участие в реализации данного проекта, для того, чтобы результат, с которым вы идете, был максимально согласован и понятен всем ключевым пользователям и самому заказчику. Также на этой фазе собирается команда проекта, уточняются и согласовываются объемы проекта. Здесь может быть разработан устав проекта, который будет согласован с заказчиком. Также готовится базовый график проекта. Создается проектный офис. То есть, что здесь имеется в виду, будут ли осуществляться такие работы, допустим, в офисе заказчика или на удаленке, или в офисе исполнителя. То есть здесь нужно договориться о том, где будут и как работать исполнители. Также здесь могут быть проведены и должны быть проведены установочные совещания. После того, как определены границы, определены участники, определены ключевые заказчики. Что имеется в виду, это уже внутри самой компании. То есть это не тот формальный человек, который подписывал договор или заказчик. А именно те заказчики, это может быть, например, если идет внедрение проекта по регламентированию отчета, это может быть главный бухгалтер, либо заместитель главного бухгалтера. Это тот человек, который будет директору говорить, что да, работа сделана, продукт соответствует тем требованиям, которые были выставлены. И здесь вот после того, как собраны основные, так сказать, ресурсы для начала работы проекта, здесь дальше следующий фаз идет фаза номер 2, формирование уточнения требований. На этой фазе нужно определить текущее состояние, то есть понять методологическое обеспечение проекта, насколько есть документы нормативные внутренние, которые бы описывали, например, бизнес-процессы компании, либо какие-то другие документы внутренние, которые бы могли бы помочь в автоматизации процесса. Здесь на данной фазе уточняется и фиксируются функциональные и нефункциональные требования к информационной системе. Здесь нужно определить инфраструктуру проекта, то есть на чьих ресурсах будут развернуты базы, то есть это будет сервер заказчика, либо сервер исполнителя. Это тоже важно на данном этапе определить, так как может быть участницкая ситуация, если вы развернули свои базы на сервере заказчика, что-то пошло не так, то на каком-то этапе это благополучно все может там остаться, и вы никогда этого не увидите, не заберете результат ваших работ. Результаты вашей работы могут остаться на серверах заказчика, и здесь важно договориться об этом на данной фазе. Фаза номер три – это проектирование информационной системы. Здесь уже идет детальная разработка архитектуры информационной системы и основных проектных решений с учетом всех требований, которые были собраны на предыдущие фазы. Здесь нужно учитывать состав и специфику бизнес-процессов, возможности программных продуктов. Также необходимо разработать и согласовать перечень мероприятий для обеспечения металлогических и организационных изменений. Задачами данной фазы является подготовка инфраструктуры, среды разработки и тестирования информационной системы, проектирование реализации информационной системы целевых бизнес-процессов, формирование перечня организационных изменений у заказчика, необходимых для обеспечения функционирования информационной системы, Планирование мероприятий для запуска информационной системы по эксплуатации. То есть здесь идет уже такая на основании глубокой проработки процессов и понимания процессов заказчика. Здесь уже идет проектирование, как вы будете это перекладывать на саму систему. Следующая фаза, фаза номер 4, это разработка информационной системы. Тут уже, так сказать, это вот такое сердце проекта, когда непосредственно здесь подключаются к работе и работают программисты. Они создают эту информационную систему, проверяют аналитики на соответствии от требований в рамках проведения предварительных испытаний. Здесь разрабатывается эксплуатационная документация, технологические инструкции, руководство пользователей, руководство администраторов. То есть на данном этапе непосредственно идет разработка и тестирование функционала. Здесь в чпотах работают программисты и аналитики. Перекладывают требования на программный продукт и тестируют, что у них получилось. После того, как проведена разработка и протестированы функциональные требования, которые были предъявлены, далее идет фаза подготовка к опытной эксплуатации, к опытно-промышленной эксплуатации. На данной фазе здесь идет актуализация проектной документации, планирование и регламентация этих работ, подготовка самоинформационной к системе, к опытной эксплуатации, к опытно-промышленной. Здесь идет подготовка персонала, организация проведения самих этих работ. Далее здесь принимаются решения о готовности системы к опытной эксплуатации. Идет тестирование ключевыми пользователями и принимаются решения о завершении фазы и о том, что система может передаваться в опытную и опытно-промышленную эксплуатацию. После того, как это решение принято, следующей фазой, фазой номер 6, является проведение опытной эксплуатации, опытно-промышленной эксплуатации. Также на этой фазе, как и на всех остальных, происходит планирование работ фазы, выполнение пользователями работ с использованием информационной системы происходит, то есть тут уже подключаются пользователи, идет регистрация их обращения каких-то, может быть, недочетов, неточностей, которые нужно исправить. То есть данные запросы обрабатываются. Также на этом этапе актуализируется проектная документация. Ну и далее принимаются решения о завершении данной фазы и работ по данной фазе. После того, как данная фаза закончена, следующей фазой номер 7 является подготовка к водоинформационной системы к промышленной эксплуатации. И здесь уже также осуществляется планирование работ, устраняют замечания полученные, не устраненные в период опытной эксплуатации, опытной промышленной эксплуатации. Актуализируются проектные документации, происходит планирование и регламентация, подготовка информационной системы к промышленной эксплуатации, подготовка персонала производится, сама организация проведения промышленной эксплуатации производится, далее идет подготовка приемочных испытаний, проведение приемочных испытаний и принимается решение готовности информационной системы и завершение работ фазы. Дальше фаза проведения самой промышленной эксплуатации наступает, когда уже пользователи начинают использовать систему в работе, непосредственно в своей операционной. Здесь также регистрируются обращения, обрабатываются эти обращения, также фиксируются и утверждаются запросы на изменения, актуализируются, проектная документация завершается после завершения промышленной эксплуатации, когда уже, ну это может быть в каждом проекте установлено по-разному, как договоритесь, у кого-то месяц, у кого-то два, у кого-то три, и когда какое-то первое время после начала промышленной эксплуатации команда внедрения остается с пользователями и устраняет какие-то мелкие замечания. Далее проект может быть передан на поддержку, где уже подключается другая команда, это сопровождение проекта, так называемая техническая поддержка. Но после того, как продукт создан, когда его выпустили в промышленную эксплуатацию, команда внедрения может еще какое-то время оставаться заказчиком для устранения каких-то недочетов. Соответственно, это может быть разный срок, ну к примеру там три месяца договорились, все закончили, приняли решение, что система работает, что основные замечания устранены, и следующей пазой является эта паза завершения проекта. Здесь закрывается базовый план график, формируется финальный бюджет, делается опрос о удовлетворенности представителей, заказчиками, результатами проекта, получают отзывы от заказчика результата, готовят публикацию об успешном завершении, проекта в медийных источниках, может быть, произойдет внутренний контроль качества, готовится отчет по завершению проекта, отбор и размещение результата в базе знаний компании, производится, проводится внешнее совещание по завершению проекта, ну и также внутреннее совещание по завершению проекта. Это 9 фаз. Это жизненный цикл проекта, который в себя включает технологию корпоративного внедрения информационных продуктов на базе 1С. На этом мой обзор закончен. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok